Привет! Уступишь мне место, пожалуйста? Ты у нас на каждом, конечно же, видео в начале, а потом куда-то уходишь, да? Всем привет! С вами Ирина Dream, и сегодня у меня распаковка посылок AliExpress. Они сейчас лежат все вот тут чуть-чуть сбоку у меня, чтобы не загораживать совершенно все пространство на столе, чтобы у нас было место, где открывать посылки. Также в комнате присутствует Мэри и парочка мошек, которые, конечно же, нужно ей достать. Расставка с Ali сейчас настолько быстрая стала, что желания заказывать с этого маркетплейса у меня все больше и больше. Возвращаемся в 2000, какой там девочки, 15-16, в общем-то да, не суть. Давайте без лишних слов продолжим, но перед тем, как начать, и будем открывать примерно 20 посылок, я хотела бы, чтобы вы подписались, конечно же, на мой канал, поставили палец вверх под этим видео, и не забывали, что у меня есть другие социальные сети, которые я также стараюсь ввести. И ссылки, конечно же, на них будут в описании, ну и кнопочка подписаться. Я думаю, вы тоже все знаете где. Не смотрите распаковки без подписки, пожалуйста, и сделайте мне приятное, если вам не трудно. И первое это бюстгальтеры. Вот так вот мы сразу. Написано для дома, для сна, для йоги, для бега. Я надеюсь, что вы, в принципе, не спите в лифчиках, но говорят, что если очень большая грудь, что в таких лифчиках бесшовных, типа, спать удобнее, это прям типа спасение, что когда ты переворачиваешься, ты не просыпаешься. Но даже с большой грудью доказано, что в лифчике спать все же вредно. Итак, здесь два бюстгальтера в разных цветах. Это черный и бежевый. Они потрясающие девочки. Это что-то с чем-то. Они обалденные. По крайней мере, они реально так выглядят. Сверху здесь можно вытащить поролон. И, наверное, самое сложное мне будет это не испортить. И вот серьезно. У меня был подобный лифчик с шиин, когда они прислали мне новогодний подарок. И этот лифчик я так затаскала, честно вам скажу. Но он был белоснежным. И он у меня стал сероватым. Ну, короче, я его неправильно с чем-то там постирала. Хотя старалась стирать только с белым. Буду стараться эти стирать только в мешочке. И, возможно, даже как-то отдельно. Не знаю. Два этих бюстгальтера обошлись мне в 900 рублей. На данный момент цена осталась такой же. Есть самые разные цвета. Так как у меня нет базы. Да, вот такой. То я взяла себе бежевый и черный. И считаю, что это, конечно, вообще идеальная комбинация на каждый день. Но если хочется разнообразия, то там есть оливковый и прязно-розовый. Я вообще влюбилась в эти цвета тоже. Но мне нужны были самые основные. И я просто в восторге. Тут какая-то штучка прицепилась. Это все нормально с этим лифчиком. Здесь еще интересно. Здесь прям вот все прошито так аккуратно, разделено. И знаете, я свой с шеей немножко затаскала уже. То есть за полгода там затяжки появились. Немножко даже катышек. Вот я надеюсь, что эти будут прочнее. Хотя и стоят они, знаете, в два раза дешевле, чем на шейну вред. И как бы вопрос к шейну. А почему так дурно, собственно? Это я говорю просто даже вот если брать Казахстан, не брать русский сайт, который, соответственно, сейчас подорожал. В общем, да. Очень надеюсь, что по объему я также угадала. Думаю, вы все это увидите на мне. Ну, вообще, это моя любовь. Бешевное белье One Love. Не знаю, почему они написали в описании, что только там для сна, для бега. Или чего там еще? Для дома? Просто я считаю, что вот этим всем можно заниматься без лифчика. А вот уже на выход ходить вот в этом. Потому что это идеальное белье под все наряды, которые только можно придумать. Вот. Ну, кроме, конечно, супер открытых топов. Так, хотела сказать, что здесь трусы достало. Но нет, это не трусики. Это у меня бантик красивый, такой черный. Я купила его за 109 рублей. А сейчас он уже стоит 101 рубль. Подешевел. В общем-то, да, блестящий что-то он такой. У меня есть разные цвета, кстати. Но я что-то обратила внимание только на черный. Потому что подумала, это очень красиво. Такая девушка была с прической. По сути, что в этой прическе? Просто берем сверху волосы и закалываем сзади бант. Если честно, мне кажется, даже здесь будет очень мило. Ну, типа, я так вот не очень милая. Ну, просто, не знаю, обычный, мне кажется, образ. А вот так становится такая девочка-девочка. Короче, прикольно. Особенно нравятся такие бантики, как смотрятся с такими легкими волнами на волосах. Это прям вообще красота. И здесь, как обычная, вот такая застежка. Ого, она какая тугая. Прям отскочила пипец просто. И написано тян-тян. Слушайте, это реально странно. Смотрите. Боже. Следующий пакетик. И это вот такая вот бутылочка соджу. Боже мой, это так прикольно. Не знаю, мне так понравилось. Не то, чтобы я прям люблю соджу. Я ее ни разу в жизни не пробовала. Начнем с этого. Дело в том, что когда я ездила в Корею, я делала пластические операции. И в этот момент мне нельзя было пить. И пить еще нельзя после операции. И до операции нельзя пить. Короче, там примерно месяцы. То есть до трех месяцев доходит. И я не пробовала. Поэтому я вот хочу все в какой-нибудь корейский ресторан сходить. И попробовать, какая она соджу. Вот. Но если честно, мне кажется, что мне не очень понравится. Хотя, кто его знает. Ладно, давайте не будем на эту тему особо рассуждать. Потому что может приведеть в меня ограничения. Короче, очень милая такая бутылочка. И я повешу ее на свой ключ от двери. Долго я выбирала себе какой-нибудь брелочек. Остановилась на этом. Хотя на самом деле мне просто нужно найти какие-нибудь магазины. Здесь прикольные брелки. Я не могу, блин, найти. Это так странно. Алиэкспресс. Просто полно барахла Ира, которая не может найти брелок. Не, ну, согласитесь, для первого вообще нормально. У меня брелков не было уже полжизни. Следующая вещица, которую я уже открыла. И это просто нереальные карточки, которые можно повесить на стену. Или просто подарить кому-то. Потому что здесь есть именно типа открытки или визитки. И просто листики для заметок. Но я все-таки это взяла для того, чтобы как-то оформить свой рабочий стол. Это карточки с мишкой. Но также там разные были наборы. К сожалению, я покупала этот набор очень давно. И просто он у меня завалялся. Вообще в чемодане. Я забыла его открыть. И сейчас уже, когда снова перебирала вещи, поняла, что, блин, я это не показывала. И вообще не использую. Ну-ка, уже пора. И также у меня еще сегодня одна будет вещь, которая открыта. И я достала ее из чемодана. Короче говоря, здесь даже есть конверты. Вы представляете. И вы можете отправить кому-то какое-то милое послание. Я, кстати, на днях своей подруге отправляла посылку в Дубай. И я тоже так красиво ее оформила. Мне доставило это такое огромное удовольствие. Если у вас есть тоже какой-то друг в другой стране. Или друг по переписке. Даже просто друг в другом городе. Неважно. Я думаю, что вы можете ему отправить. Мне кажется, даже иногда прикольно просто отправить письмо другу даже в своем городе. Прикиньте, как это необычно будет получить письмо, если еще и внутри будет что-то такое безумно милое и приятное. Блин, вообще! Здесь хлебушек, батончик. Мишка с кофе. Это вообще чисто. Я каждое утро отвечаю. Но я думаю, что я напишу, допустим, вот здесь свое расписание на день. У меня есть приблизительное расписание, которому я стараюсь придерживаться. Ну, если вот, знаете, у меня такие размеренные, спокойные будни. Да, когда я никуда не тороплюсь. Мне никуда не надо ехать. Не надо ничего успевать. И вот это расписание я, скорее всего, прикреплю себе на стену. И, возможно, буду его когда-то менять. Или же какие-то заметки буду вешать. Да, на ближайший месяц. А также оформлю все вокруг вот такими карточками. Это очень похоже на наклейки. Просто пипец как. Вот есть большого размера. Give me a big hug. Такой миленький. И есть маленького размера. Короче, восторг полный. Все это дело стоило рублей 300. Я считаю, что это просто отличная цена для такого набора. Я уже как-то вам рассказывала, что когда Алиэкспресс выпустили российскую версию, они взяли и просто удалили весь архив. Но я думаю, это случайно у них произошло. В общем, не знаю, что там произошло точно. Но архив весь удален тех покупок, которые ты покупал за доллары. Следующее. Это подарок для моей сестры. У нее день рождения. На данный момент через пару дней. И она завтра уже приедет сюда. И мы поедем с ней в аэропорт. И это большущий пауэрбэнк. Он просто весит тонну. И здесь 30 тысяч миллиампер. Чтобы вы понимали, этого хватит. Блин, зарядите мой телефон, ее телефон, и мой телефон, и ее телефон. Не знаю, сколько раз можно зарядить. Алло. Извините. Вы тренажерный зал на дому? Еще и телефон заряжаете? Просто ну, как раз он веганский. Блин, прости, конечно. Моя сестра зовут тоже Ира. Здесь уже заряд на 80% есть. Так что все окей. Мне надо дозарядить еще 20% и можно лететь в путь. Ну, а здесь у меня жилет, который стоил прилично. Это то, что я тоже уже распаковывала. 2000 рублей. 2000, да. Ну, вообще можно найти за 1000. И давайте мы посмотрим отзывы. Давайте я вот сейчас скроллю, скроллю, скроллю. Если они есть, то вы, в принципе, ну, покупайте. Если их нет, то я вот прям побоялась. И поэтому я взяла у популярнейшего бренда, который выпускает очень креативную одежду на Алиэкспресс. У них вообще классная одежда. Оставлю на них ссылку тоже. И вот я у них взяла этот жилет. Потому что я знала, что у них можно что угодно брать. Там будет суперское качество. Будет он теплый, будет классный. И он такой и пришел. Он просто офигенный. Посмотрите на этих мишек. Они волшебные. Согласитесь, они классные. Они выглядят очень мило. Они не упоротые никакие. То есть они прям вот обычные мишки. И сзади есть тоже. И внутри такая, знаете, типа, ну, не знаю, полоска. Вот. Короче, очень-очень нравится. Я его не носила. А знаете, почему не носила? Потому что лежала в чемодане. Я его вам не показывала, собственно. Думала, сейчас вот распаковочки буду снимать. И покажу. А потом уже можно и поносить. Я думаю, что его можно сочетать просто с коричневыми брюками. Боже мой. Это мой вообще look ever. Просто коричневые брюки, белая футболка, жилетка. Вообще классно. Супер стильно. Здорово и просто. Ну, также из коричневой юбки. С черной юбкой. Мне кажется, с любой базовой вещью этот жилет будет смотреться круто. Нет. Но если вы умеете еще как-то супер креативить. С такими вещами. То это вообще офигенно. Но я предпочитаю все-таки немного с такими вещами вести себя более сдержанно. Итак. Следующая вещь. И вообще у нас сейчас пойдут, скорее всего, вещи для рабочего стола. У меня тут столько вообще всего, что просто загляденье. Я вам, скорее всего, не буду это показывать все, как я прям заставляю. Это все будет на втором канале. Я просто сейчас покажу вещи. А там уже на втором канале мы с вами и стол организуем. И вообще квартиру в порядок приведем. Но это будет уже в августе, когда я приеду с краса. И вот здесь у меня штучки для рабочего стола. Смотрите, это такие зажимы для проводов. В общем, ничего необычного. Они выглядели, правда, немножко меньше, мне казалось. Они будут. Тут я, там была такая тройная и были вот такие по две штуки. Я взяла по две штуки. Почему? Потому что у меня улинитель один, а стоят разные вещи на столе в разных частях. И поэтому нужно держать и тут, и там. Мадам уже спать хочет. Сейчас на полу лежала. Я ее подняла. Одинарная штучка стоит 15 рублей. Вообще бесплатная доставка. Три одинарных штучки 40 рублей. Вот такие двойные, 66 и такая длинненькая 30 рублей. Так, следующая вещица. Вообще, это находка, девочки. Супер бытовая вещь, которую я нашла. И думаю, да боже мой, почему раньше нельзя было это купить себе и не париться вообще? Ну просто вот все приходит с опытом, как говорится, да? То какая-то она слишком длинная. А ну-ка попробуем. Офигаще длинная. Она не длинная. Она вообще отличная. Таких у меня только держалок не было. Боже мой. И бантики, и рожки, и вообще все что угодно. И до сих пор это все лежит в Краснодаре. Но все неудобно. Почему? Потому что ты постоянно это пачкаешь макияжем. Или ты вот пока вот это наденешь через волосы, можешь испортить прическу. Если, допустим, она есть. Короче, неудобно мне. Проще. Вот так вот сзади захватил, застегнул. И все. И не нужно никаких. И причем можно не пачкая, а просто далеко на волосы застегивать. Опять же, если у вас не маленькая челка. Очень приятная, мягенькая. Точно такая же, как на картинке. Там еще есть бежевая, серая и розовенькая. И я купила это за 100 рублей всего. Знаете, когда доллар был 100, ну и даже вот 90, 80, раньше я не могла вещи даже до 300 рублей найти. Сейчас как-то случайно это получается. Куча товаров таких вот хорошеньких нахожу. А вот это у меня, значит, уже не 100 рублей. Это немножечко люкса трусишного подъехало. Потому что появился новый продавец. Здесь написано Yangdundun. Ну, вот так вот называется. Yangdundun. Tubu.com. В общем, видимо, очень популярный какой-то бренд в Китае. Не знаю, может быть, он просто на внешний рынок популярный. Но там нереальные трусики. Просто нереальное нижнее бюро. Вот серьезно, оно настолько на фотографии роскошное. Ну, и я уже по пакетику вижу, что не обманка. Что, скорее всего, это его реальные фотографии. Что это классный продавец. И как бы стоимость товара была не дешевая. Мне обошлись эти три трусиков, по-моему, за 1000 рублей. Потому что доставка не бесплатная. Да, я отдала 940 рублей. Из которых 600 рублей ушли на вот эту троицу. Причем это комбо, которое я выбрала у продавца. У него там есть разные комбо. И в целом трусики есть в самых разных цветах. Голубые, там розовенькие. И хочется купить все. И вот таких вот в бежевом варианте было что-то 20 разных видов. И, конечно, было прикольно, когда нравились там одни, там одни, там одни. Но и строить вот эти мне понравились больше всего. Ну, это, я не знаю, ну, просто очень нежно. Это настолько красиво. Это хлопковые трусики. Абсолютно, о боже, абсолютно приятный материал. Вообще нереально. Пожалуйста, если вы знаете, как стирать нижнее белье, подскажите, пожалуйста, мне. Здесь, конечно, руками только вот конкретно эта модель. Потому что я знаю, что если вот ты постираешь в стиральной машине вот такие сверкающие сердечки, они уже больше не будут никогда так сверкать. А именно вот так вот блестеть. А это выглядит просто потрясающе, безумно мило. Они, конечно, очень просвечивающие. Поэтому я однозначно буду примерять все это дело с шортиками. Но это выглядит... О боже, какие приятные! Это самые приятные трусики, которые я когда-либо трогала. Приятнее, чем Виктория Секретиан, серьезно. Посмотрите, какие классные. Возможно, кто-то скажет, что это деревенские. Но мне кажется, что это безумно нежно и романтично. Не знаю, вот это ажурная линия. Такой легкий блеск. Ой, Мэлечка, аккуратней. Зойка, ну ничего страшного. Вообще мой размер М, но я что-то побоялась и заказала себе размер Л. Просто потому что, ну, мне казалось, что они должны быть вот немного воздушными, что ли, и не растягиваться на фигуре. А я побоялась, что там вдруг будет растягиваться, и взяла немножко с запасом, короче. И вот такие просто. Это, наверное, ну, мои самые любимые. Здесь есть вот такие ленточки, и их нужно сбоку завязать. Странно, что они не завязаны до сих пор. Но в целом, ладно, ничего страшного, мы тут сами можем постараться. Когда я заказывала, отзывов вообще не было, и я прям боялась. Но я понимала, что, в принципе, большущая цена, а это значит, что должно быть все нормально. Обычно, когда цена большая, все нормально. Ну, мало ли, да, могло бы быть и ненормально. Безумно приятные такие легкие, боже, это... Я могу говорить сейчас о них вечно, потому что, ну, прям повезло, прям я нашла такой же кордос. И, по сути, да, 600 рублей за трое трусиков, это абсолютно нормальная цена. Ну, ладно, 900, потому что все-таки доставка. Но если вы будете, по идее, заказывать сразу, допустим, несколько наборов, то тогда доставка будет учитываться не за каждый набор, а за общую стоимость, да? Забудьте все, что я сказала. Это зараза берет за каждую трусу каждый раз 250 рублей. Ничего себе так-то, да? Но зато таких трусов вы нигде больше не найдете. А в этой огромной коробке у меня две сумки. Бренд решил сделать мне подарок. Бренд называется Pay Me Care. И здесь сумки из натуральной кожи. Вот такие две небольшие малышки. Они не спонсировали рекламу, просто попросили оставить свой честный отзыв и рассказать, понравились ли их сумки мне или нет. Итак, посмотрим давайте. Ну, немножечко помятая пришла сумочка. Но в целом не критично. Все-таки они старались, прям упаковывали. Упакована абсолютно в клеенку вся фурнитура. Если вы были в кожаных магазинах... Кожаных магазинах? Ну, в общем, в магазинах с натуральной кожей. Там типа, знаете, Снежная Королева вот в кожаных куртах стояли. То вот пахнет реально абсолютно так же. И название вроде здорово, современно написали, такой шрифт выбрали нормальный. Но то, что здесь написано Passion and Popular, ну, зашкварно, да? Внутри спилок и сверху, я так понимаю, второй слой написано, что из воловьей кожи. Ну, ладно, за кожу 3000, я думаю, что нормально. Давайте следующую сумку. Вот такая малышка. И стоимость этой сумки полностью кожаной 2200 рублей. Мне очень она понравилась. И... О, боже. Как я этого, блин, не увидела. Это пипец. Потому что прикрывают. Потому что вот здесь вот девушка держит и прикрыла пальцем эту надпись. А здесь вот как-то я не заметила. А здесь она вот какая-то немножко размазанная, эта надпись. Блин. Ну, вот кожаная сумка. Ну, нафига писать Passion? Честно, вот... Ой, извините. Не... Forchion. Forchion. Есть из-за этого всего выход. Сумка классная. Но я возьму это все дело, конечно, закрашу черным маркером. Матым каким-нибудь, чтобы этого вот вообще не было видно. Потому что я считаю, что это, ну, Forchion, это вообще никуда не годится. Это очень странно. Вообще, подскажите, может, это вообще типа аналог какого-то бренда? Я просто туплю вообще полностью. А еще мне непонятно, почему на картинке изображена вот эта косичка. А у нас что, уроки мастерства, я на труды записывалась. И мне сейчас нужно каким-то образом сделать эту косичку самостоятельно. А как я это сделаю, я, честно, вообще не понимаю. Мне надо сейчас открывать видео, пытаться смотреть. Потому что, честно, вот так это слишком длинное, реально для меня. Но иногда я ношу такие сумки, они сзади так болтаются. Ну, как бы на картинке у нас, вы видели, да? Ой, и Forchion не видно. В общем, ладно, немножко сумки расстроили. Я не понимаю, как за такую большую цену можно, ну, такую фигню как бы не увидеть. Да, хотя это очевидно, казалось бы. Давайте откроем вот такую маленькую посылку. И затем у нас будет еще три больших. Там будет красота, я очень на это надеюсь. Для моего рабочего стола, который я самостоятельно заказывала. Больше у нас сегодня ничего такого не присылали, никаких Forchion. Вот такие сережки очень милые. Если я не ошибаюсь, да, это серебро. И у моей подружки в Питере есть точно такие же сережки. Причем узнала я об этом на днях буквально. И говорю ей, о, я заказала такие же сережки. Она говорит, что это серебро. Я такая, ммм, так может у меня тоже серебро. И да, здесь написано 925-я проба. Хотя, если честно, за 129 рублей мне не верится, что это серебро. Но в целом вообще цена в Азии на серебро, я знаю, что ниже, чем у нас. И поэтому оттуда очень часто везут просто огромные коллекции. Просто вагонами вот эти все украшения. И они выглядят абсолютно точно так же, как на картинке. Даже вот эта этикеточка точно такая же. Так что я абсолютно довольна. Очень симпатичные. Теперь будут часто появляться на моих видео. Блин, они безумно эстетичные. Вот просто ничего лишнего. Такие даже вот подарить вообще не стрёмно. Абсолютно. Потому что они выглядят очень качественно. Ой, давайте откроем вот эту вещь, которую я очень ждала. Так, это стоило мне 800 рублей. Это я запомнила. Плохо запомнила, потому что стоили они 700 рублей. Чтобы понимали, это в два раза дешевле, чем на шиин. Это вот такие бутылечки. И в эти бутылечки симпатичные. Ты наливаешь и снижаешь вот этот шум этих этикеток в своей бане. Делаешь там эстетичный вид. Хоть что сюда наливай. Шампунь, бальзам, босьон, что угодно. Это все будет выглядеть красиво. Здесь, по идее, должны в наборе идти еще и наклейки. Все это хорошо было упаковано. Как вы видите, все в своих пакетиках. Да. Баночки эти по 500 миллилитров. И я вообще добавляла их в мои желания на шиин. И оттуда я, в общем-то, просто скриншот сделала. И по поиску по картинке нашла. Вам спойлер. На шиин домашняя всякая утварь. Она реально дороже. Примерно чуть ли не в два раза, чем на Али. Поэтому советую все-таки такое покупать на Алиэкспресс. Шрифт точно такой же на этих этикетках, как и на картинке. Так что все отлично. Такие же еще есть белые и зеленые. Кстати говоря, здесь дозатор. И вы его можете поворачивать направо и налево. И это будет открывать и закрывать эту баночку. Это очень круто. Это прям вообще офигенный функционал за 700 рублей. Я очень довольна. Типа я реально безумно счастлива этим баночкам. Потому что я мечтала сделать даже в ванне такую эстетику навести. Может быть эвкалипт там поставить. В общем, ну вообще красоту навести. Чтобы все везде было эстетичненько и красиво. А вообще, когда я была зимой в H&M, там банка была вот в точно таком же цвете. Но она была вроде как 300 миллилитров. И там крем, ну в общем для тела был. И там какие-то были надписи. Я думала прям там купить, типа, 3 этих крема и воспользоваться. И одна такая банка стоила 800 рублей. Ну типа там был крем, конечно. Можно было его воспользоваться и потом использовать банку. Но вот, 3 банки. Зачем мне столько крема? Пытовка как из зюпы просто. Я очень надеюсь, что там ничего не помято. Потому что, да. Мать! Почему нельзя было просто сложить аккуратно и положить рядом? Зачем нужно было надеть, чтобы оно испортилось? Считаю, что вам нужно видеть, каким образом выглядит эта лампа у продавца. Каждый уважающий себя корейский блогер имеет такую лампу. В общем, она в диком тренде. Не только на Али. Но также и просто вот, да, в Корее. Я думаю, что и не только в Корее. В Китае также. Но вот дело в том, что она как-то странно ко мне пришла. И если честно, я не понимаю, каким образом я сейчас должна это дело вообще выправить. Так, нам нужно сначала сделать так. Так, и теперь выправить. По идее, все должно быть нормально. Я почитала отзывы, у всех хорошие отзывы. И там люди пишут, а можно отправить в Канаду? А можно отправить, пожалуйста, в Америку? Ну, почти. Посмотрите, очень похоже. Ладно, я шучу. Нужно сейчас все вот эти штучки всунуть в дырочки. Блин, ну ладно, все хорошо, реально. Ну как хорошо? Кроме вот тут пары моментов. Вот здесь вот, видите, волной прям идет. В целом, я думаю, что можно это попробовать отпарить. Потому что это материал, знаете, как будто шторы. Ну, в общем, не знаю, как правильнее сказать. Потому что я не понимаю. Это вроде и пластик, а вроде он как будто шторы. Я не знаю, сверху шторы, снизу пластик, короче. Вот, можно попробовать отпарить. Но не факт, что получится, конечно. Можно попробовать вернуть хотя бы частичку стоимости за такую сильную помятость. Но опять же мне могут ответить то, что это Почта России виновата и иди ты нафиг. Но выглядит это просто нереально эстетично. Я в восторге, я мечтала об этой лампе. Смотря на видео у некоторых блогеров. И когда я увидела ее на Алиэкспресс, я пищала так же, как и многие там. Вот сейчас я посмотрела в комментариях, в отзывах. И надо тоже хотя бы хоть один отзыв, блин, на Алиэкспресс оставить. А то я вообще не оставляю их. У меня осталось всего две посылки на сегодня. На улице сейчас такое солнышко оранжевое, красивое. И я вот думаю, ой, классно, офигенно затемняют. Вообще отлично, отлично. Это очки не для меня, это очки для Максима. Честно говоря, супер бюджетные. Приблизительно 400 рублей вышли обе пары. Так, Black & Multi с серебряными такими штучками. 233 рубля. Вот это стоило Vintage 113 рублей. Вот эти за 233 выглядят намного лучше. Они просто офигенно выглядят. Действительно очень хорошо. Парал... Короче, вы поняли, какие они поля... Я вообще не могу это слово выговорить. Поляризированные. В общем, это такие обычные очки. Какая-то, не знаю, у меня проблема в поиске очков мужских. Я ничего лучше не нашла, вот серьезно. Я хотела дороже даже купить, ну, одни. Типа, не знаю, ну, 500 рублей можно было бы отдать. Но я не нашла, я серьезно не нашла. Типа, можно было взять какую-то подделку за эти деньги. Но зачем? Я хотела что-то просто хорошее найти. Не знаю, без бренда всяких. Но если вы знаете, пожалуйста, напишите мне название магазина. Ссылки не оставляйте, а то они чаще всего банятся. Итак, смотрим последние вещи. Это вещь, которую я также очень хотела купить на SHEIN. Но вот купила на Алишке. По размеру я офигела. В общем и целом, я думала, что я заказала 25-сантиметровую полочку. А это, оказывается, 31-сантиметровая. Вот. И стоимость ее 415 рублей. Что абсолютно нормально. Потому что на SHEIN стоит 700 рублей. Такие полочки. Там бывает меняется, конечно, они в цена. Но в среднем они там так и стоят. Есть самые разные. Есть клеточку. Можно сверху поставить. Есть такие, знаете, как полочка снизу, сверху. Эту полочку вообще можно, конечно, использовать в самых разных целях. У меня эта полочка будет стоять на столе. Вот таким образом. И сверху будут стоять, например, часики. Можно поставить вот так сверху лампу повыше. Можно поставить стакан воды. В общем, это будет такая организующая пространство полочка. Может быть, сюда что-то вниз положу. Еще очки или, в общем, какие-то предметы первой необходимости. Мышку буду класть. Я считаю, что это плохо. Это просто безумно. Она выглядит легко. И она будет очень организовывать пространство. То есть сюда можно и картинки еще какие-то поставить, облокотить на стену. Короче, у меня идей просто полно. Хочу прям часто менять декор на рабочем столе, чтобы меня это вдохновляло. Меня это постоянно вдохновляет. И я хочу делиться этим. То есть не то, чтобы делать каждый раз видео какое-то. Но как минимум, может быть, шортс, рилс или фотографию хотя бы в инстаграм. Короче, мне это очень нравится. Такое у меня хобби, можно так называть-то, наверное. Я еще хочу другую полочку купить. Потому что, если честно, я думала, что мне придет полка в два раза меньше. Соответственно, я понимаю, что можно покупать даже за 200 рублей еще две купить. С одной стороны большую, например, поставлю. С другой стороны еще две маленькие. Но также мне, конечно, очень нравится такая вот полка. Я сейчас вам покажу, и вы поймете. Я думаю, вы видели уже такие. Особенно есть, увлекаетесь корейским стилем. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И вам понравились товары. Оставлю на них все ссылки, конечно же, в описании. Я очень старалась, выбирала, честно, что-то такое интересное, эстетичное, красивое. Надеюсь, вы это цените. Не забывайте подписываться на канал, ставить палец вверх, подписываться на другие социальные сети, смотреть мои влоги. Ну и я вас очень сильно люблю, обнимаю и мечтаю действовать. И никогда не останавливайтесь. Так, очень сложно. Вот. Ну и штурную секундочку, чтобы обдумать. Все. Но обдумывать, это уже как бы действовать. Поэтому все нормально. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok